Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня по-прежнему 28 сентября. И последний перец, который я вам сегодня хочу показать, это перец Виктория. Он тоже у меня вызрел в открытом грунте. И тоже его можно в тот же список, вот как я предыдущие три показывала вам, Винни-Пух, Венти и Таёжный. Я говорила, что на них стоит обратить внимание тем, у кого нет теплицы, у кого проблемный регион, холодное или короткое лето. И вот Виктория тоже может вызреть в таких холодных регионах с коротким летом. Они с Венти очень похожи. Сейчас я покажу вам пачки. Вот видите, у них даже упаковки, вот на упаковках картинки почти одинаковые. Просто Венти, он, как вот по моему мнению, он чуть пораньше. Сейчас посмотрим. Да, Венти ранний, а Виктория средне-ранний. Сейчас я прочитаю вам описание. Покажу, прочитаю. Сами почитайте. Сейчас установится. Средне-ранний сорт. Высота 45-50 сантиметров. Вот именно такие невысокие, компактные перцы очень удобно выращивать на улице. То есть не требуется подвязка, не требуется какое-то дополнительное укрепление. Он сам стоит и держит свои перцы. Плоды конусовидные. 50-90 сантиметров. 50-90 граммов. Описание такое же, как у предыдущего Венти. Я еще раз говорю, что просто он чуть-чуть более такого насыщенного цвета. Темно-темно красный делается. Я вот немного передержала. Видите, они даже, ну, как всегда у меня порепанные, даже чуть подвяленные. Я уже неоднократно говорила, для чего это делала. Делаю всегда для того, чтобы получить более вызревшие, более качественные и более жизнестойкие семена, вот которые уже точно вызрели. Вот видите, уже перчины у меня все старые такие. Они даже все вот в каких-то морщинах, вот в таких, ну, порепанные. Это я делаю только для того, чтобы собрать хорошие семена. Но вам, если вы для еды будете выращивать, не обязательно выдерживать до такого состояния. Вот как перчик приобретает вот такую окраску и все. Долго растягивать не буду. Подведу итог, что перец Виктория, это тоже, несмотря на то, что среднеранний сорт, но он может вырасти у вас без теплицы, без дополнительных каких-то там с вашей стороны усилий по подвязке, по укреплению, по формированию куста. У меня он рос на общей грядке вместе со всеми ранними. Там, где Винни-Пух, Венти, Белый Налив, Таежный, Виктория, Ласточка. Все эти сорта очень просты и неприхотливы. И они подходят для занятых огородников, если у вас нет много времени. И если у вас проблемный регион, останавливайте свой выбор вот на этих перцах. Пусть они не дают такие перчины огромные, как я показывала, патриция, гладиатор, золотой бык, там по 300, по 200, но зато они вызревают без каких-либо наших дополнительных усилий, без наших трудозатрат. Все, до свидания. Дальше пойду, буду показывать вам уже крупные перцы из тепли.